Восточный фронт Восточный фронт Восточный фронт Восточный фронт Восточный фронт Это наука, которая людей объединяет, и мы делимся, исследователи, своим опытом изучения той или иной проблемы того или иного региона, поэтому интересно будет посмотреть в таком несколько компартивистском ключе, сравнить вопросы, происходившие на, будем говорить, северо-востоке Европы и на юго-востоке Европы. Первая мировая война ознаменовала превращение малых стран в полноправных субъектов мирополитического процесса. В своей работе, посвященной Парижской мирной конференции 1919-1920-х годов, известный ученый, историк, историасов, дипломат Арнольд Тойнби, он констатировал, я его даже процитирую, «Любой, кто посмотрит на политическую карту 1914-1920 года, будет поражен одной бросающейся в глаза переменой. В 1920 году, в отличие от прежних времен, великие державы более не доминировали на политическом ландшафте». Тойнби указывал на группу из 13 восточноевропейских государств, образовавших пояс от Балтики до Балкан и от Адриатики до Припятских болот, от Друдных гор до Черного моря, от Арктики до Игейского моря. Публицисты стран Антанты в годы войны, просвещая широкую общественность о целях войны соответствующих государств, очень аккуратно и, я бы сказала, старательно обосновывали тезис о том, что фундаментальным вопросом мировой войны была борьба за свободу малых стран и народов, за свободу Бельгии и за свободу Сербии, и их право на независимое существование и гармоничное развитие в новом, безопасном и справедливом мире. Война была не империалистической, не завоевательной, а война была за тот справедливый, сбалансированный мир, где у каждого народа было бы свое место. Естественно, мы можем очень долго дискутировать о правомерности этого тезиса, как, опять-таки, обращаясь к выступлению профессора Меньковского, но декларация была именно такой. И то обстоятельство, что на протяжении первого десятилетия XX века Балканы являлись зоной политической турбулентности, а роковой выстрел в Сараево вверг мир в пучину мировой войны, и, разумеется, предопределило повышенный интерес как очевидцев событий, так и последующих поколений историков к балканским перипетиям. Потому вполне естественным является, на мой взгляд, вопрос о том, как мировой конфликт, начавшийся в Юго-Восточной Европе, этот регион трансформировал. В своем выступлении я затрону три блока проблем. Первое – это балканские корни происхождения войны, позиция России. Второй блок проблем – это факторы, которые влияли, пытаясь выделить факторы, которые влияли на трансформацию балканского политического пространства. И третий проблемный блок охватывает последствия войны для формирования нового регионального порядка в Юго-Восточной Европе. В современной англоязычной историографии пытаются актуализировать интерпретацию истоков Первой мировой войны, в частности, интерпретацию, предложенную профессорами-ревизионистами, американским профессором Бартсом и его же соотечественником Феем. И мне кажется, здесь нужно расставить определенные акценты. Во-первых, в российской историографии, в российской исторической науке действительно волну возмущения вызвал тезис американского историка Шона Макмикена, который он высказал в своей работе «Русские истоки Первой мировой войны». Наверное, пытаясь, повторяясь, завоевать лавры немецкого профессора Фрица Фишера, он говорил, что именно Россия возлагала всю ответственность на войну за Россию, которая поддержала Сербия, что Россия, одержимая своей жаждой контролировать проливы, я извиняюсь, водрузить на Святой Софии крест, и своим экспансионизмом, который был неправильно понят, неправильно интерпретирован союзниками Франции и Великобритании, что вот Россия, она испровоцировала войну, и панславизм русский, это был своего лишь такая вывеска, фасад, за которым Россия воспринимала свои истинные намерения, что, в общем, действительно кажется несколько несоответствующим действительности. И вот в этом духе очень, как мне кажется, тоже промечиво звучит тезис о концепции балканизации франко-русского альянса. То есть выдвигается тезис о том, что французская элита, обеспокоенная внутриполитической стабильностью, проблемой внутриполитической стабильности Петербурга, проблемой уменьшения зависимости, в частности от французских кредитов Петербурга, от Парижа. Все это привело к тому, что Франция активно поддерживала политику России на Балканах и понимала, что Россия из-за Марокко воевать не будет, а из-за Сербии она будет это делать. И в итоге все это привело к тому, что франко-русский альянс принял решение в пользу силового разрешения конфликта. А Сербия, соответственно, которая просто позиционируется сейчас как главная база террористов, в частности профессором Кларком в его нашумевшей работе, как Европа скатилась в войну, что филиал террористический, черная рука, на самом деле все эти события, все вот эти измышления, как мне кажется, они не соответствуют действительности. Действительно, надо здесь разделять два момента. Когда мы говорим о взаимоотношениях великих держав, то прежде всего надо говорить о том, что речь шла о динамике соперничества между ключевыми игроками в эпоху империализма. И действительно, каждый из стран, ощущая определенную уязвимость своих позиций, стремилась максимально обеспечить свои интересы военно-политические, экономические, стратегические. И понимая, в рамках существовавшей системы международных отношений. И если же эти рамки оказывались узкие для того, чтобы эти интересы реализовать, то в случае с Германией, да, действительно, великая держава, как это показывает опыт Германии, была готова к тому, чтобы эти рамки просто-напросто системы обрушить. Что же касается нестабильности в Балканском регионе, то она обуславливалась несколько иными факторами, которые мы можем сказать, назвать такими вот долгоиграющими. Это прежде всего фактор задачи, которые стояли завершение национального освобождения балканских народов, окончательное вытеснение Турции с Балканского полуострова. Это проблема австро-сербского антагонизма и проблема формирования единого югославянского государства. Это проблема адаптации строительства балканскими странами своей государственности, проблема их адаптации к новым региональным реалиям после уже балканских войн, да, тех же 12-13 годов, выработки определенных правил игры, определенного модуса вивенди, взаимодействия с одной стороны с великими державами, с другой стороны между собой. Конечно, мы можем наблюдать, как блоковое противостояние великих держав в какой-то степени проецировалось, наслаивалось на эту балканскую нестабильность, и это демонстрировали кризисы, которые возникали на Балканах. Это и боснийский кризис 1908-1909 годов, это и балканские войны, и, наконец, это июльский кризис, который в итоге вылился в мировую войну. Действительно, события на Балканах и противостояние великих держав — это два составляющих, два пласта, которые начинали в какой-то степени смыкаться и срастаться, пропитывая друг друга. Наверное, можно согласиться с теми исследователями, которые называют первую мировую, по крайней мере, начало Первой мировой войны, Третьей Балканской войной. Действительно, Первая мировая война началась прежде всего как локальное противостояние Австро-Венгрии и Сербии, которая запустила потом механизм союзов, в результате которого все великие державы континента оказались вовлечены в глобальный конфликт. Естественно, помимо того, как развивались военные действия на Западном и на Восточном фронте, по мере того, как война принимала позиционный характер, вставал вопрос о расширении границ конфликта и привлечении той или иной коалиции новых союзников, новых участников на свою сторону. И в этом контексте балканские страны выглядели как региональные партнеры, которые позволили бы закрепить уже центральным державам, либо Антанте, свое стратегическое преимущество на юго-востоке Европы. Что здесь нужно отметить? Здесь нужно отметить, как мне кажется, более нюансированное, более сложное понимание руководством держав Антанта того, что происходило на Балканском полуострове. Все-таки у центральных держав, у них было несколько одномерное восприятие ситуации. Они действительно высокомерно относились к игрокам региона. И здесь бы мне хотелось процитировать французского публициста Андре Пино, который говорил о том, что в Австрии говорят о сопротивлении Сербии, так же, как во Франции, говорят о восстании в Дагамее. Исходя из такого понимания, было очевидно, что державы Антанты, прежде всего, конечно, это были и Россия, и Франция, они стремились максимально учитывать интересы балканских стран. Но как эти интересы можно было учитывать в условиях, когда на Балканах вообще не было представления о том, что есть национальные границы, они постоянно менялись. Государственность местных стран шла в условиях существования многонациональных империй, Османской империи, монархии Габсбургов. И в представлении местных элит границы были очень подвижны, они постоянно менялись. И вот вставал вопрос о том, как можно было действительно привлечь местные страны, и за счет чего, когда у них друг к другу множество претензий, как в этой ситуации выйти арбитром. И здесь встает другой важный вопрос. Вопрос о существовании австро-венгерской монархии. Потому что, конечно, в 2014 году никто не рассчитывал, не говорил о том, что Австро-Венгрия прикажет долго жить. Австро-Венгрия была великой державой. Австро-Венгрия была членом, составным, неотъемлемым элементом европейского концерта, европейского равновесия. И естественно, что исчезновение вот этого монархии Габсбургов привело бы к образованию геополитического вакуума. И вопрос, кто его заполнит. Будет ли это Германия, которая выйдет к Адриатике, либо это будет Россия, либо же это будет, как писал британский посол в Австро-Венгрии, картрейд, пояс из малых стран, которые постоянно, славянских стран, у которых в крови вражда друг к другу, и которые просто образуют еще одну дугу нестабильности. Поэтому в 2014 году, по крайней мере, на момент начала 2014 года, никто не стремился к развалу Австро-Венгрии. Но в условиях военного времени, когда Австро-Венгрия, Дунайская монархия, выступала как ключевой союзник Германии, естественно, этот концепт, эта позиция, она начинала пересматриваться. И можно было удовлетворить запросы малых стран за счет территории Австро-Венгрии, за счет демонтажа многонациональной империи Габсбургов, за счет его расчленения. И здесь действительно получает просто на щит в качестве знамени поднимается два принципиальных концепции подхода. Это право нации на самопределение и принцип национальности, который должен был быть положен в основу новой карты Центральной и Юго-Восточной Европы. Я не буду вдаваться в дипломатические перипетии, как шли переговоры о привлечении в состав, в коалицию Антанты Румынии, в Болгарии. Скажу лишь, что с Болгарией западные Антанты и Россия потерпели настоящая фиаско, когда она осенью 1915 года выступила на стороне центральных держав. И все обещания того, что в Болгарии будут компенсации произведены в Афракии, в Западной Афракии и в Македонии, в общем, они не возымели эффект на тогдашнего главу болгарского царства, царя Фердинанда Комбрукского. И действительно мы видим, что Австрия и Венгрия, ее территория выступала как разменная монета. То есть Болгария должна была получить Македонию, Сербия должна была получить компенсацию в Боснии и Герцеговине, Румыния тоже должна была получить компенсации в Банате и в Трансильвании. И вот такой вот глобальный план, такой глобальный проект, казалось бы, должен всех устроить. Но, как мы видим, и события на фронтах Первой мировой войны, затруднения на Восточном фронте, Дарданельская операция показали, что, в общем, без силы и оружия все эти подходы, они, в общем, не играют никакой роли, они незначительные. Почему, опять-таки, во Франции, в меньшей степени Великобритании происходит изменение отношения к тому, что будет, какой новый политический порядок, международный порядок будет на пространстве в Центральной и Юго-Восточной Европе? Потому что и Париж, и Лондон, и, естественно, и Санкт-Петербург пытались не допустить конструирования, так называемое создание Срединной Европы, которая бы фактически включала бы в себя все ресурсы, и ресурсы природные ресурсы, и аграрные ресурсы, которые позволяли бы действительно Германии стать мировой державой и доминировать не только в Европе, но и в мире. То есть с реализации проекта Фридриха Наумана возникла бы Германская империя с населением 120 миллионов человек и с мобилизационным ресурсом 26 миллионов. То есть это была действительно удручающая перспектива, и как раз-таки она пора на малые страны должна была этому не позволить воплотиться в реальность. Западные страны приходят к идее расчленения Австро-Венгрии. И здесь можно привести в качестве иллюстрации этой мысли меморандум генерала Жоффра от августа 2016 года, где он как раз-таки и излагал свое видение трансформации карты Европы. Жоффр прямо говорил о том, что Австро-Венгрия не доживет до мира, и говорил о возможности создания за ее счет независимых государств и увеличение тех стран, я его процитирую, которые смогут играть в Центральной Европе ту роль противовеса Германии, от которой Австро-Венгрия отказалась 50 лет назад. Подобные размышления, подобную позицию, взгляды мы можем встретить в меморандумах, написанных, подготовленных в то же время сотрудниками британского фориен-офиса Пейджета и Тирала. Но опять-таки, события, реальные события, они вносили коррективы в эти проекты, в эти построения. И какие события? Прежде всего, конечно, революции, революционные события в России и падение ее военно-политического влияния. Ухудшение стратегического, что привело к ухудшению стратегического положения Антанты. Приход к власти большевиков, дезорганизация государственного механизма, армия, все это привело в итоге к окончательному крушению Восточного фронта, потом уже заключению Брест-Литовского мира, к расширению германской экспансии. И стало понятно, что Россия не может уже играть той, я бы сказала, системообразующей роли, которую она играла в Балканском регионе до Первой мировой войны, учитывая особые отношения России в силу конфессиональных особенностей, языковых, кровных, стратегических интересов, которые Россия играла в этой части мира. Россия была выкинута во многом собственными стараниями из процесса участия в мирном регулировании на пространстве бывшей Австро-Венгрии. И здесь Пальма инициатива уже к выработке новых принципов построения миропорядка в Центральной Юго-Восточной Европе. Эту инициативу берут в свои руки Париж и Лондон. И я бы сказала, что первую скрипку играет все-таки Франция, для которой германская угроза является всегда более актуальной и более масштабной, нежели для Лондона. Да, монархия Габсбургов перестала существовать. И мы видим, что действительно происходит складывание, я бы сказала, даже центральноевропейского субрегиона, который включал в себя новые возникшие национальные государства. В значительной мере был переформатирован и Балканский регион, что выразилось в территориальном расширении и усилении Румынии и королевство сербов, хорватов и славянцев, которое включало в себя, инкорпорировало в себя, которые и Сербия, и королевство СХС инкорпорировали в себя в том числе и остатки бывшей осколки дунайской монархии. Балканы, Центральная Европа, действительно, они превращались в то экспериментальное поле, где как раз-таки и опробировался пресловутый принцип национальностей, ставший частью как раз идейно-политического наследия Великой войны и Версаля. Между тем, распространение на Балканский полуостров комплекса мирных договоров, подписанных в ходе работы Парижской мирной конференции, не означало, хоть и означало довольно плотную интеграцию региона и Версальскую систему международных отношений, вместе с тем это не свидетельствовало о снижении конфликтного потенциала в Юго-Восточной Европе до нулевой отметки. Почему? Потому что старые противоречия, существовавшие между местными игроками, пусть и в модифицированной форме, они вышли на новый уровень. Никуда не делись сербо-болгарские споры из-за Македонии, болгаро-греческие противоречия в западной Фракии, рубыно-болгарские разногласия в Южной Добрудже. Этот список можно долго очень продолжать. И здесь, конечно, прав британский историк Уильям Миллер, который говорил, что историческая память нигде так не чуткая и недолговечна, как на Балканах. Кроме того, в результате послевоенного мирного регулирования возникали очаги напряженности, связанные как раз таки и с отторжением территории бывшей Австрии, Венгрии, Транслитании. И здесь, конечно, нужно упомянуть транссильванский вопрос. Что еще можно выделить в качестве отличительной особенности нового регионального порядка, сложившегося на Балканах? Я бы сказала, назвала бы это мультисубрегиональное положение ряда его элементов. Югославии, Румынии и Кемалийской Турции. К чему это влекло? Почему это играло большую роль? Потому что это влекло к дисперсии внешнеполитических интересов этих стран. И, скажем, Белграду и Бухаресту, им просто-напросто не хватало внешнеполитических ресурсов для того, чтобы эффективно отстаивать свои интересы как в Центральной Европе, так и на Юго-Восточной Европе. И события конца 30-х годов, в общем, это продемонстрировали, когда начинало возрастать влияние Германии. Опять-таки, на Балканах по-прежнему продолжало сохраняться несовпадение этнических и территориально-политических границ. Но вместе с тем регион перестал быть, как говорил австрийский публицист фон Сосунский, Балканы перестали быть грузовым углом Европы. Все отныне это не пороховой погреб Европы, в отличие от момента 1914 года. Почему? А потому что там нет ни одной великой державы. Австрия-Венгрия, как балканская держава, не существует. Советская Россия на долгое время не является активным игроком, и балканские проблемы для нее не первоочередные. Великобритания для нее в шкале ее внешнеполитических приоритетов Балканы занимают где-то, я не знаю, низовые позиции. Остается единственная Франция. И Франция на момент 20-х, начало 30-х годов очень хорошо справлялась с ролью вот такого гаранта стабильности в этом регионе. По крайней мере, в центральной и юго-восточной. И мы можем вспомнить такой блок, как Малая Антанта в составе Румынии, Югославии, Чехословакии, который на определенном этапе доказал свою жизнеспособность. Мирное урегулирование на Балканах привело за собой и проблемы, которые имели долгосрочный характер. О чем я говорю? Да, многонациональные империи распались прекрасно. Существуют независимые, молодые государства. Да, но распалось и то экономическое пространство, которое существовало в рамках многонациональных империй. И в том числе в рамках Австро-Венгрии. Вот эти вот были разорваны, разрезаны эти экономические связи. И скажем, к чему это привело? Это привело к тому, к определенному хаосу. Обращаясь к ситуации в Югославии, в той же Югославии, в нее вошли части бывшей монархии Хорватия и Словения. Хорватия и Словения были частью единого экономического австро-венгерского организма. Да, они имели доступ к свободным отпошлим городским рынкам. Градца, к портам Триеста и Риеки, которые отошли Италии. Все, они были отрезаны от этих вот городов. Но что они делали? Вместо того, чтобы ориентироваться на внутренний югославский рынок, они продолжали по-прежнему экспортировать свою позицию в Австрию и Венгрию, опускаясь даже до контрабанды. Да, а вот не действовало, несостоятельно было в определенном экономическом отношении, это югославское государство. Да, я завершаю. И подходя к заключению, какие выводы мы можем сделать, размышляя о становлении нового регионального порядка на Балканах? Во-первых, новый региональный порядок на Балканах являлся плодом взаимодействия разноуровневых факторов. Что это? Это военно-стратегическое и политическое планирование враждующих коалиций великих держав, которые стремились привлечь на свою сторону региональных союзников. Во-вторых, это понимание малыми странами того, что война открыла окно возможностей для реализации их национальных интересов и внешнеполитических программ. Третье, это, конечно, упадок многонациональных империй, которые определяли политический климат на Балканах. С одной стороны, это рост национально-освободительных движений на территории Австро-Венгрии, с другой стороны, это уменьшение, ослабление роли воздействия России на процессы на Балканах. И наслоение всех этих факторов и обусловило не менее сложный политический рисунок Балканского региона, чем он был прежде. Но теперь на Балканском полотне доминировали не многонациональные империи, а независимые государства, которые, надо отметить, весьма конъюнктурно интерпретировали принцип национальности, положенный в основу регионального порядка в Юго-Восточной Европе после Первой мировой войны. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok